В России всегда приветствуется, чтобы защитник был отечественным, а в ПФЛ без этого вообще никак, легионеры там полностью запрещены, когда-то проблемы пытались решить, выписывая сомнительные паспорта, но в 2018-м всех поразила московская торпеда, они подписали защитника универсала из Конга, который изначально родился в России. Подобное уже было в нашем футболе, но здесь важен клуб, фанаты торпеда знамениты своей нетерпимостью к темнокожим, они наплевали на то, что новичок Эрвинг Ботака говорит на русском с рождения. Отдельной комедией была позиция, клуба руководства объявило, что Ботака выпускник торпеды и даже угрожала пойти в суд против собственных фанатов из-за разжигания ненависти, ну и тут неудача, на самом деле Ботака воспитывался в академии локомотива главных врагов черно-белых. И в торпеды лишь закончил последние полтора года юниорской карьеры, дело шло к большому скандалу и тут клубу сказочно повезло, уже после фотосессии на стадионе в дело вмешался Лока. Железнодорожники потребовали компенсацию за своего воспитанника, все сначала подумали, что это фейк, слишком уж быстро торпеда отказался от отечественного универсала, но нет, агенту срочно пришлось думать, как обнулить любые выплаты. И после второго дивизиона Грузии Ботака стал настоящим свободным агентом.